МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ОБНИНСК ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Титулованная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, посетила спортивные объекты ОБНИНСКа. Небезопасный лесочек. Жители 51-го Амигро района требуют навести порядок в перелеске, располагающемся вблизи жилых домов. К юбилею ОБНИНСКа мы продолжаем серию сюжетов, посвященных истории Наукограда. А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. Спортивные объекты ОБНИНСКа посетила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Первый заместитель руководителя ЦСКА нанесла визит в Наукоград вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, его заместителем Александром Авдеевым, а также представителями регионального министерства спорта и муниципальной власти. Как оценила титулованная гимнастка условия работы спортивной школы Ларисы Латыниной, а также еще двух спортивных комплексов, расскажет Екатерина Замахина. Первым объектом, который осмотрела делегация, стал просторный зал детско-юношеской школы Олимпийского резерва Ларисы Латыниной. Количество гимнастов, занимающихся в этой школе, к сегодняшнему дню достигло 1800 человек. Глядя на то, как дети тренируются на снарядах, Светлана Хоркина призналась, что вспомнила, как сама впервые пришла в зал. Титулованная гимнастка высоко оценила оснащение Обнинской спортивной школы Олимпийского резерва, назвав ее храмом спорта. Она также особо отметила наличие здесь интерната и гостиницы для спортсменов и тренеров. Можно построить и храм спорта, и огромные дворцы, но ведь самое важное, чтобы в нем была и началась жизнь. Но кипела работа. У вас все в порядке, у вас дворец спорта, и жизнь кипит. Вместе с тем результаты уже есть. Три мальчика в сборной команде страны. Анатолий Артамонов познакомил гостью и с другими объектами, являющимися частью Обнинского спортивного кластера. Участники встречи посетили Центр пляжных видов спорта и спорткомплекс Олимп. У нас для волейбола много заводов в области. А вот, ну, раз у нас есть такой интерес, появился к пляжному волейболу, мы посчитали необходимым это сделать. Не, надо делать. Пока, ну, вот, все пользуется интересом. В разговоре со Светланой Хоркиной глава региона подчеркивал важность развития видов спорта, которые были бы доступны для людей, желающих сохранить и укрепить свое здоровье на долгие годы. Комментируя встречу, заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев сказал о том, что именитая спортсменка уже приезжала в Наукоград, еще до строительства школы Ларисы Латыниной. Этот визит носит ознакомительный характер. Светлана Хоркина решила лично ознакомиться с результатами работы школы. Он также отметил пользу такой встречи для принимающей стороны. Это прежде всего поиск новых путей для сотрудничества. Екатерина Замахина, Олег Логинов, Обнинск ТВ. Жители 51-го А микрорайона, позвонившие в редакцию, сообщают о том, что в перелеске, располагающемся на пустыре вблизи жилых домов, с завидной регулярностью собираются компании молодых людей. В ночное время в лесочке слышны громкие и не всегда трезвые голоса, видны огни костров. В небезопасном лесочке побывала Анастасия Вичкаева. В центре Обнинска на пустыре между 51-м и 51-м А микрорайонами располагается небольшая чаща, которую облюбовали люди, ведущие асоциальный образ жизни и местная молодежь. В небольшом перелеске они организовали настоящий притон. В последнее время вот именно там даже костер горит вечером. Вот это я замечал точно. Замечали. А как к этому можно относиться, как вы думаете сами? Положительно ли отрицательно? Ну, как мы относимся? Конечно, отрицательно. Зайдя вглубь этой небольшой чащи, можно понять, чем тут занимаются некоторые жители Обнинска. Большое количество использованных шприцов, бутылок и бычков от сигарет явно не украшают этот перелесок. Нет, мы думаем, что это ненормально, но, к сожалению, таких мест в Обнинске очень много. Очень много. И хотелось бы, да, не только это место, и хотелось бы из Обнинска все-таки как-то получить более другую картинку, потому что город науки, красивый, достаточно молодой, а все как-то бесхозно. Зеленый остров посреди города – это, безусловно, красиво. Но когда такие места остаются без присмотра, они превращаются в места безнравственного отдыха. Ну, если наркоманы тут обитают, естественно, бы, наверное, опасно. Если можно что-то изменить, почему не изменить к лучшему, даже если это не опасно, но это имеет вот такой бесхозный вид и антисанитарию, потому что по кустам бегают часто, это мы видим, то, конечно, от этого надо уходить. Вечером этот участок города никак не освещается, в том числе и тропинки, ведущие к жилым домам и располагающимся поблизости к крупному торговому центру. И прогулка по такой дороге в темное время суток может привести к плачевным последствиям. Анастасия Вечкаева, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Военный городок Балабаново-1, многие годы относившийся к Министерству обороны России и лишь сравнительно недавно переданный в муниципальную собственность, имеет множество нерешенных проблем. Одна из них – недостроенное здание Дома офицеров, другая – канализационная станция, техническое состояние которой вызывает нарекания жителей городка. Чем недовольны жители улицы Дзержинского и ищет ли местная власть пути решения этих вопросов, выясняла Евгения Борода. Строительство Дома офицеров на территории военного городка Балабаново-1 началось еще в середине 80-х годов. Жители с нетерпением ждали открытия нового досугого учреждения, где и взрослые дети могли бы с пользой провести свободное время. Однако спустя несколько лет стройка была заморожена, и сегодня вместо просторных помещений, отведенных для культурного досуга населения, здесь можно увидеть мусор, грязь и покосившиеся стены. Кроме того, что полуразрушенное и не огороженное здание является пристанищем для потенциальных правонарушителей, свое свободное время здесь зачастую проводят и школьники. Пенсионерам негде погулять, сходить куда-то, даже в то же кино или, вот предположим, здесь хотели построить бассейн должен быть, зал концертный, а сейчас у нас в городке вообще ничего такого нет. И поэтому мы хотим, чтобы у нас спортивно-развлекательный центр был для жителей нашего городка. И тем более, вот сейчас, значит, это самое, и Владимир Владимирович Путин говорит о том, что дети должны заниматься спортом, должны развиваться, но нам негде развиваться. Дом офицеров, изначально принадлежавший Министерству обороны России, в недавнем прошлом был передан Боровскому району, а сейчас находится на балансе у муниципалитета Балабанова. Эти объекты были переданы без земельных участков. Вот сейчас решается вопрос о передаче земельных участков к этим объектам. И после этого есть договоренность с властями района, и обращением уже от городской думы писали, от администрации города, что они нам эти объекты передадут из муниципальной собственности Боровского района, муниципальную собственность Балабанова. По словам представителей местной власти, после того, как решится проблема с документацией, судьба дома офицеров будет зависеть уже от инвестора. И после этого мы будем уже искать каждый объект. Ну вот то, что касается недостроенного дома офицеров, там выход один. Искать инвестора с тем, чтобы он какие-то работы провел. Или паснулся у него и на его месте построит что-то новое. Или может быть там реконструируют что-то, разберут что-то, оставят. Единственное, что там не будет промышленности. Будет или торговый центр, или культурно, или может быть смешанный какой-то там культурно-торговый центр. Но это будет зависеть уже от инвестора. Жители улицы Дзержинского не устраивает и отвратительный запах, распространяющийся от канализационной насосной станции, располагающейся по соседству с жилыми домами. В этой комнатке там, или как там называется, давно не было ремонта. Понимаете, давно не было ремонта. Дробилка не работает. Все выбрасывают, вот то, что там, предположим, собирается у них, да, они ведрами выбрасывают в овраг. Вы понимаете, вот мы жители вот этого района, да, и мы постоянно дышим вот этими фекалиями. Сотрудницы станции также не слишком довольны условиями работы. В холодном помещении антисанитарии порой трудно продежурить сутки. Вне спускаемся, где это все течет с домов. Ведра на веревочку и выносим в яму. Глава города Балабаново подтверждает, что в военном городке достаточно проблем, которые решаются и будут решаться в полномерном порядке. К примеру, недавно здесь была отлажена работа системы теплоснабжения. Объекты сейчас переданы в КП «Калуга-Водоканал». Ситуация, как у любого предприятия, тоже не очень радужная. И для того, чтобы проводить эти ремонты, нужны средства. Формируется программа «Чистая вода» в Калужской области. В том числе и Балабаново будет принимать в нем участие. Будет спроектирована переброска всех стоков канализационных на районное чистое. Как считает Сергей Судаков, немало ответственность за место, где мы живем, лежит и на нас самих. Я хотел бы обратиться и к нашим жителям, которые живут на улице Дзержинского. Тот мусор, который появляется в овраге, который появляется возле забора, за жилыми домами. Это мусор, который производят наши жители. Мы несколько субботников весной и осенью проводили, вывозили по три, по четыре контейнера. И проходит зима, весной та же самая картина. Приближается знаменательная дата. 24 июля исполнится 60 лет со дня присвоения Обнинску статуса города. В рамках нашей программы мы продолжаем серию сюжетов, посвященных этому юбилею. Сегодня мы вспоминаем 60-е годы прошлого века. О том, какие события происходили в Обнинске в этот период, расскажет Екатерина Замахина. В 60-е годы развитие Обнинска, конечно же, было тесно связано с историческими процессами, происходившими в стране. Это было время созидательного энергичного труда советских людей и научно-технической революции, прорыва в освоении космоса. Через год после полета Гагарина Советский Союз узнал о том, что первая отечественная атомная подводная лодка смогла достичь Северного полюса. Первым командиром подлодки К-3 был обнинец Леонид Осипенко, который на тот момент уже возглавлял учебный центр ВМФ, открытый в городе науки. Конечно, это событие не столь широко освещалось в советской прессе, потому что тематика была закрытой, создание атомного подводного флота. Но жители Обнинска, конечно, были очень гордились этим достижением и называли Осипенко нашим Гагарином. Создание жидкометаллических реакторов для атомных подлодок велось именно в Обнинском ФИИ под руководством Александра Лейпунского. Уже в 1964 году первая подлодка, оснащенная таким реактором, была пущена в эксплуатацию. Экипаж провел под водой 51 день без всплытия и смог достичь Атлантического океана. Создание реакторов на быстрых нейтронах – еще одно направление, получившее развитие ФИИ именно в 60-е. У ФИИИ осуществился пуск в эксплуатацию двух энергоблоков на Белоярской атомной электростанции, первых энергоблоков на тепловых нейтронах. А под руководством Лейпунского начались работы по созданию первой промышленной атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах. Обнинский филиал МИФИ в то время был уже престижным советским вузом, в который стремились студенты. А сам город постепенно превращался в первый в стране город многих НИИ. Все они были связаны с использованием атомной энергии. В начале 60-х в Обнинске проживало 20 тысяч человек. В основном это была молодая интеллигенция, а главной площадкой для общения стал Дом ученых. Именно сюда приезжали известные поэты и барды. Знать их произведения наизусть было очень модным. А в 1963 году обнинские ученые впервые выступили по центральному телевидению в программе КВН. И эта команда участвовала в знаменитой встрече. Обнинск-Дубна двух наукоградов. И наша команда тогда победила. Это был большой, большая радость и большой триумф. Юрий Алексеевич Казанский участвовал также. С 1965 года в СССР начали масштабно отмечать годовщину Великой Победы. А через два года Обнинск посетил сам маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Визит был не первым. Во время войны штаб Западного фронта под командованием Жукова размещался в Морозовской даче. Но обнинцы встречали маршала так, как будто он приехал сюда впервые. Его приезд был настоящей сенсацией, потому что Жуков шел по улице, и люди узнавали его и здоровались. И Георгий Константинович им отвечал. Дом культуры был переполнен. Люди стояли даже в проходах. Всем хотелось встретить маршала. Все о нем знали прекрасно. Георгий Константинович в течение двух часов, стоя перед большой картой, рассказывал о событиях Московской битвы. К концу 60-х в Обнинске уже появились хрущевки. Ими застраивали 20-й микрорайон. Руководил работами генерал Иван Любый, прибывший в город со сверхсекретного объекта Арзамас-16. В районе Старого универмага в эти годы справляли новоселье десятки семей, получивших отдельную жилплощадь. А на пороге уже стояли 70-е. Екатерина Замахина, Олег Логинов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. А мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова